что Олег Сагутиутиу! А ты рядом Ты где взял эту фотографию? И тоже голый он? Я вам расскажу, покажу К Комбо ПЫЫШ Это правда Всем привет, дорогие друзья! И вот, наконец-то, после долгого перерыва, мы вернулись в хвостовство. Загородная резиденция, 10-метровые стены, эхо, все как полагается. И гости у нас сегодня будут тоже милитарные. Золотой аналитик, платиновый игрок в доту, серый кардинал, Сергей Смайл Ревин, сережка. Александр Юрьевич, здравствуйте. Проходи, садись, рады тебя видеть. И задерживающийся гайдер, прекрасный аналитик, победитель диффенса, все вы его знаете. Платиновые волосы, отечественные доты сцены, Ярослав НС Кузнецов. Здорово, привет. Присаживайся. Ты, да-да, ты, подписывайся на YouTube канал GGBet и ставь лайки, конечно. Иначе. Ну что, ребят, как дела? Рассказывайте, как вам резиденция наша, хвостовства местная? Хороший дворец у тебя. Я не знаю, что столько зарабатывать. Да, вот это все, все сюда идет. Только что ты вернулся из Южной Америки, вот прям с самолета встречали тебя. Рассказывай, как там вообще, стоит ли. Спасибо за цветы, Саня, очень классные были. Да, пожалуйста. Хорошие. Я люблю вот эти розы и хрисантемы. Слушай, Южная Америка замечательная. Я тебя уже приглашал, приезжай ко мне, я там купил себе дом. Тоже резиденцию? Да. С такими же стенами? Почти. Семь дворцом туда приведем. Шучу, ничего не купил себе, хотя, наверное, можно было бы, потому что там, конечно, люди живут так не очень богато, судя по всему. Но как туристу там круто, очень круто. Мне очень понравилось. Вот вставь фотки какие-нибудь мои сюда, в Инстаграм прикламируй. Все будет, все вот прямо вот здесь будет. Все будет. Какие самые запоминающиеся места вообще-то? 25 дней там проведешь. Слушай, самые запоминающиеся места, наверное, это остров Пасхи. Просто потому что это такое, знаешь, место, оно настолько далеко, что ты там выходишь, смотришь на океан, который просто вокруг везде и понимаешь, что ты просто где-то находишься, непонятно где. Потом Солончак в Уюне. Уюня это такая соляная пустыня. Там огромное такое соляное озеро, бывшее озеро, которое теперь соль одна. И там нереальные виды суперкрутые. Вот. Потом, значит, ледник, я не помню, где он был. Все перемешалось. Ну, где-то в Аргентине. Очень крутой ледник, очень крутой. И, возможно, самое вообще крутое, это Титикака. Ну, Титикака это самый большой остров. Титикака. Титикака. Вот, это такой... Хороший сегодня прям. Это такое озеро, самое большое в Южной Америке. Я, кстати, не готовился, это я просто знаю. Я думаю, там вам рассказывали, да, об этом? Да, я думаю, что по-английски разговаривали. А ты без гидов, что ли? Не, ну, у нас были гиды, но я же ничего не понимаю, они по-английски. А я это, my hometown is Moscow, Russia. И все. Но самое крутое в этом Титикаке то, что там люди живут, целая такая племенность на этих плавучих островах. Ты раз заплываешь, как водный мир. Смотрел? Вот что-то очень похожее. Такой заплываешь, туда на корабле и там просто островатки плавучие, там домики стоят у них. Короче, суперкруто. Ну, не знаю, словами не передать. Я сделаю видосы. Может быть, видосы они тебе немного передадут. Соответственно, вставляю ссылки везде уже. Вот снизу все. Посмотрим с тобой видосы и полетим. Я на дачу ездил снег, снег до дома почистил. Вот он закрасил. Ну, тоже неплохо. Слончак белый, все, поля там. Тоже пофоткался чуть-чуть. Потом сел на плод, по озеру поплавался. Ну, да, там как раз вот начинается сейчас вот это вот. Местные племена тоже. Местные племена, да, которые тут, в принципе, не уезжают. Вот, в гости к ним приехал. Ну, так раз в год приезжаю, у меня традиция уже стала. Ну, и вот закончилась Dream League. Как тебе вообще состояние Dota? Наша современная, как тебе Virtus.pro? Очень порадовали им, на самом деле. Потому что от них никто не ожидал такого хорошего результата. Просто каждый матч, они прям отрабатывали до конца. Им как раз все хотели хейтеры. Вот сейчас они проиграют после первой карты, которую они закидывали там каждый раз. И вот сейчас они проиграют, и вот проиграли только в финале. Ну, да, такая на самом деле сейчас уже. Virtus.pro третий раз в финале. Ты смотрел в Major? Ну, немножко. Там, знаешь, в Южной Америке с интернетом не все так гладко. Плывешь на лодке, значит, одной рукой гребешь, другой рукой смотришь. Он читал Major. Ну, вообще, так говоря, на леднике 4G у меня ловило. То есть я выходил, 4G там фоточки заливал. И что-то мы смотрели, но не все, конечно. Ну, тут Grand Final я еще, например, не видел, потому что в этот момент мы летели вообще. Какие-то игры, типа, где-то что-то я видел. Ну, довольно интересненько. Довольно интересненько. Я рад, что Dota прогрессирует, что кто-то, например, додумался взять Alchemyka против Speed 3, ничего себе в 2019 году. Нравится мне, нравится. Но скоро выйдет новый патч, и опять, опять профессионалы станут глупыми и снова начнут пикать одно и то же. Будет опять неинтересно. Ну, вышел прямо после Major, такой маленький патч. Хотя Arc Warden теперь все будут брать Arc Warden, судя по всему. Кстати, да, об этом Arc Warden. Расскажи вообще, что, как, как это произошло. Я, хороший вопрос, ты где взял эту фотографию? Мне жена твоя скилла. Саня выручает, говорит, Ярик снова бухой пришел, ну, как-то вот валяется. Ну, опытный глаз может заметить, что здесь я молот и свеж. То есть это явно не вчера произошло. А, да? Вот так вот ты выглядел, когда был молот и свежий? Да, по-моему... Знаешь, мужчины, они с возрастом как бы хорошеют, вот, и в молодости Ярику было чуть-чуть херово. Да, у меня было три губы в тот момент, соответственно, потом операцию я сделал просто... Удаление губы? Удаление губы, да. Цвет настроения бледный, все нормально, ультра-вайт. Вообще, по-моему, если я правильно помню, это из Германии фотография, с какого-то из мейджоров. Ну, после того, как он закончился, естественно. Я проснулся после автопатии и сфотографировался. Ну, правильно, вот так вот мы и выглядим после автопатии. Ну, вообще, помимо аналитики, помимо вот всей дотерской жизни, чем занимаетесь, куда там, какие хобби, как ходите? Люди-то о вас ничего не знают? Опа, вот это сейчас ты поставил меня в тупик, у меня вообще нет никаких хобби. Только в Южную Америку летом, да? Да. Я люблю астрономию. Астрономию любишь? Да, у меня даже есть телескоп дома, который не работает. То есть, любовь, она такая, да? Ну, к тебе приходят люди. В гости домой и смотрят его телескоп и думают, какой интеллигентный молодой человек, но он не работает. Вот, поэтому я смотрю просто на звезды, где же дела, и все. Больше мне нет. Валентина Семеновна, вот еще, вот там вот, уберите, пожалуйста. А подожди, Асаня, а вот у нас... Селес тут. Валентина Семеновна. Валентина Семеновна. Ноги поднял. А вот сейчас он интеллигентный... Ну, тоже как бы LG Ultra Wide за тебя все обо всем позаботился. И если ты хочешь, чтобы ничего не отвлекало тебя от игры, LG Ultra Wide, твой выбор. Красота, радость, веселье, все будет там. Ну, а ты? Ты чем занимаешься? Я знаю, что ты спортсмен. Есть такой? Это как раз тоже молодость. Это тоже в прошлом. Тоже молодость. И так вот ты выглядел как бы спортсмен. Тогда тоже, в принципе... Знаешь, что я могу тебе говорить? Не надо. Значит, показать. Не надо. Это молодость? Это нет, это недавность. Что побудило вас с этими вещами? Короче, мы смотрели какой-то матч, решили, знаешь, как фанаты в барабаны бьют. Вот они какие барабаны. Мы решили, а что бы нет, мы еще пивко как раз пили. Ну, кстати, у Ветля хороший. У него там ударный. По его, да, там прям не барабан, там какой-то барабанище. Ну, в общем, мы отбивали нормальный ритм под какую-то там музыку. Матч какой-то смотрели. То ли спортивный, то ли киберспортивный. Не помню. Победили? Кто? Те, на кого убили. Мне кажется, Ветль победил. У меня живот уже болел потом после этого. Так, есть тут, значит, информация, что о гайде каком-то. О каком? Ну, вот я у тебя хочу спросить, о каком и когда вообще и что. Все ребята тут сидим, ждем, с Серегой вчера обсуждали эту ситуацию. Александр. Пол вечера. Не могли разойтись. Как раз вот эта тема взяла нас и все, только о ней. Понял. Очень хорошо, Александр, что ты позвал меня в эту программу. Потому что пора уже сказать… Пора заявить всем. Пора заявить, да, что… Обратить внимание даже, я бы сказал, на невнимательность людей. Надо было смотреть тизер до конца. Дело в том, что в самый уже момент, вот уже тизер выходит. И вот уже через две недели, понимаешь, гайд должен появиться. Но в этот момент люди из постпродакшена… Ну, постпродакшен, знаешь, это когда… Я предполагаю, да. Да, это… Линивают эти ребята, которые… Ну, там всякие эффекты накладывают, там монтаж, монтаж. Они говорят, затягивается чуть-чуть. Это уже полгода, да, прошлое? Чуть-чуть, да. И в 2029 году появится. И это же в самом конце, на последней секунде гайдер. Надо было просто досмотреть до конца. И там… В 2029… Ну, я что виноват? Ну, вот так вот это работают они. Это как у Кэмерона, аватары во второй, вот 10 лет уже рисуют. Вот так и у меня примерно. Там и качество будет, как у Кэмерона, да? Будут зеленые люди вот это бегать, да? Синие… Или в кнопочку. В кнопочку будет. Несколько синих людей будет, да, у меня очень синих. То есть в ближайшие 10 лет не ждать? Не, ну как, уже 9 лет и 10 месяцев постоль. Отлично. Гайдер на Буримальсер, 2029 год. Анонс заявлен прямо сейчас. Окей. Сереженька. Сашенька. Знаем мы, что у тебя есть дочь. Растет. Любишь. На теннис ее пристраивает. Если есть то теннисисты, значит, Сереженька… Настольный. Настольный. Да. Каково оно вообще быть отцом, взрослым человеком? Как ты совмещаешь? Вот мы с тобой в игрушечки играем, а уже оно должно быть по-другому? Ну, Саня, как у всех. Стандартные процедуры. Стандартные процедуры. Я вот все как бы пытался эти процедуры проходить, так к дочери не дошел до сих пор. Я думаю, рано или поздно у тебя получится, и ты как раз это попробуешь. Рано или поздно у тебя получится. Так до сих пор не получилось. Да ничего себе. Просто… Сильно твоя жизнь изменилась? Не особо. Просто появилась дочка, которую я люблю. Дитё. А ты? А что ты? А я и так отец. Отец вздал. Батя. Ну надо же как-то постепенно к этому приходить. Алекса, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я тебя вижу, все анонсы твоих чего узнают. А ты заговорил-то потихонечку. А сам? У меня тоже скоро получится. Все в процессе. Я же не знал, что надо делать. Он рассказал о том, что… Так вот, а мне-то я даже еще не начал. Я вам расскажу, покажу, если хотите. Хорошо. Есть какой-то гайд у тебя? Гайд нет, могу написать тоже, как Ярик. А теперь наша любимая рубрика от партнера Акс «А ты хорош». И пишет нам некий Андрей Яценко. Так им годный контент наконец-то подвез. И это не просто сиськи Смайла, а именно так Рухаб Смайл реально играл за официальные матчи за Натус Винцера. Серега, я думаю, что мы лузаем, а ты… Ты там тоже играл. Да. Я всегда хуею от наших игр. Настолько плохо… У меня кружилась голова, да, я просто… Нужно было прилечь. Периодически я делал у Ярика дома. Это правда. И тоже голый он поделал, лежал у меня в кровати. А ты рядом там. Давай вот эта левая рука, непонятно, что она там делала. У меня было дома скучно, он играл официальные матчи за ВП как раз, а я приходил с ноутбуком вот с этим. А когда друг против друга были? Ну, кстати, такого не было. Ну, разочек, мне кажется, прикольно было бы сыграть. Ну, да, но… Не, ко мне реально Серега… Я уже не помню, как это получалось, но просто… И… Припоминаю, что у нас матчи на Старладере тогда, это был… Это мы часто, знаешь, на какой второй сезон, по-моему, или первый, где… В Дарнов играл, на самом деле, мы первое место там заняли. Хорошие времена были. А вы второе, ну, в этой, в групповой. Угу. А потом в финальный, вы первое, а мы четвертое. Вот. Ам… Да, и, значит, я помню, что там по очереди матчи, вот я играю, типа, за компом. А Серега у меня с этого с ноутбука на кровати лежит, говорит, дай мне какую-нибудь книгу или что-то такое. И мышкой по книге вот. Мышкой поводить. А ты хорош, Серега. Я хорош. Тут не вскрываются подробности. И у нас тут, значит, и для Ярика есть. Был спор у вас с Нунчиком, с Романом Дворянкиным. Угу. Вот. И ты жалуешься, значит, на игру Virtus.pro. На что тебе некий Вич Слав отвечает? Чувак, ты аналитик. Твоя задача комментировать с умным лицом, а не кидать говно в вентилятор. Учись у западных своих коллег. Если они что-то не понимают, ведут себя сдержанно. Ибо понимают тот факт, ну да, ничего не понимают, но понимают тот факт, что они всего лишь комментаторы, аналитики и могут чего-то не понимать. Что? Что ты ответишь на это? Стоит ли молчать аналитику либо говорить? Ну, во-первых, я бы посоветовал бы, да каждому, кто почти, каждому, не каждому, конечно, почти, кто так говорит, я бы посоветовал реально посмотреть хоть раз эту английскую студию. И, возможно, какой-то переводчик профессиональный, чтобы он переводил, потому что просто смотреть, не понимая ни одного слова. Ну, в пиджаках стоят мужики, в общем-то говоря. Сдержанно. Да, сделаю аккуратно. Это, конечно, одно, а другое, ну, как бы, а в реальности там тоже, ну, блин, там все то же самое, что у нас, на самом деле. Почти один в один. Притом могу со всей уверенностью заявить, что частенько у нас как-то и поинтереснее мысли доносятся, потому что там, на самом деле, много шоуменов, если что. Ну, как-то частенько какой-то поросячий восторг по поводу того, там Серег Шенслакс появился, какой он клёвый, но он же в доте вообще ничего не понимает. Зато, какой он клёвый. Ну, может быть, он и клёвый, но он слабый игрок и он мало чего может рассказать, а на какой-нибудь дремлиге он, например… Диффенс не выигрывал он, да? Сидит? Ни разу. Вроде нет. Ну, это такое, это на вкус и цвет. Вот, на вкус и цвет. А какой твой вопрос был? Ну, в общем, если хотите в шоу, значит, вам на английскую аналитику. Если хотите качественный контент, информацию… Всё, правильно, да. Мы не даём только качественный контент. И если… Моё мнение такое, что дота, она нереально сложная. Если бы она была простая, то все были бы. То мы бы выиграли… Вячеслав. 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 Он бы тоже играл бы в финале. Мейджоров там и так далее, но это не так. Только самые гениальные люди там играют, да? И гениальные они… Потому что они могут постоянно что-то придумать. И очень много всяких разных вещей есть. Поэтому они берут себе тренеров, поэтому они там смотрят игры других команд, чтобы что-то подчеркнуть. И постоянно что-то меняется. И частенько мы, аналитики, как люди со стороны, с опытом, можем увидеть вещи, которых они пока ещё не видят. Например, я говорил, что там… Я там доказывал Арзику, говорю, некрофос, сильный же герой. А он говорит, а по-моему, не очень. А… Думаю, некрофос. Вот в последний фильм. Пики начались, да? Посмотрим. Вот мы и переместились в студию аналитики отсюда. Иногда мы просто можем какие-то вещи, ну, увидеть, которые профессионалы. Не могут понять, ввиду того, что они находятся внутри процесса и в определённой мете. Им тяжело из неё выбраться. А мы можем увидеть, вот и всё. Поэтому мы какие-то вещи такие говорим порой, да? Что вот неплохо было бы то взять или что-то другое сделать. И часто это оказывается близким к истине или даже истиной. Ну вот тебе, как бы, и аналитика. Вячеслав, ты хорош. Всё по полочкам разложил, всё объяснил. Говорит, Virtus.pro второе место заняли только за счёт этого человека. За счёт этого человека, может быть, они и заняли второе место. Могли бы первое заняли. Уважаемый Смайл, почему аналитики высирают что-то против игроков? Он играет на мейджоре, а ты сидишь типа аналитики. Твои бывшие достижения просто помойка. Если вдруг ты это аргументировал бы ими. Ты в доте просто нулёвый, поэтому сиди и не пизди. И не пизди. Тут ничего не надо говорить. Я просто сижу и не пизжу. Так, по-моему, это такая паста, которую можно вставлять в любой момент. И говорить, ну и всё, собственно. Мои полномочия. Хорошо, есть что у тебя как-то опровергнуть? Что-то из того, что он написал? Или ты согласен полностью? Нет, полностью согласен с последним предложением. А остальное, в принципе, ну такое себе. Ну эфир не будем занимать. Всё хорошо. Спасибо. Игорь Сергеевич. Он хорош. Он хорош, да. А Игорь Сергеевич хорош, оказывается. Значит, теперь в студии три петуха. Где третий? А можно поближе? Конечно. Конечно, можешь. Я думаю, что вот этот, вот он, третий петух. Тот, кто написал? Да. Это Сет Дред написал. Собственно, а почему Сет? Ну, Сет собрал Сет, видимо. Понял. Сет? Сет лопну. Три петуха. Три петуха. А у меня есть. А вот и... Если что, вдруг не дезераторы покупаете, мне там до сих пор какой-либо, одна сотая процента от покупки приходит. По три цента в месяц. Заработок. Ты хорош, зарабатываешь даже здесь. Да. Спасибо. Спасибо, что пытался Рухаб Смайл, милый наш, заткнуть рассуждение Ласта на тему кунг-фу незарядка. Жалко, что он неисправимый придурок, который даже загуглик не может инфу перед тем, как напихивать свое мнение. Еще раз спасибо. Что произошло вообще? Я, честно, Ласта комментирую очень страшно, потому что он постоянно рассказывает про то, что не проходило Волтуфьева. Пальц ему. Что было Волтуфьева? Как он там в школе один был каратист, боксер. А вот он постоянно их месил. Вот. Постоянные драки. Что вы на стенку, на стенку, на район, на район. Это личная история. Я не пытался заткнуть Ласта, не надо. Главное, чтобы Дима не видел это сообщение. А он увидит. Это он увидит. Главное, Ласту не скидывайте этот выпуск. Пожалуйста. Скажу маленькую историю. Хочешь расскажу? Конечно. Как-то раз на ESVT 2010 мы находились. В общем, не суть, где мы находились, но просто там зашел на нас разговор с Ластом. Вот что-то мы обсуждали. Что ты будешь делать, если тебе подходят два гопника, где-то там в парке ночью, достают нож и говорят, давай деньги. Ну, и мы там обсуждали, типа, я, Dendy, Artstyle и Lost, по-моему, как-то так. Ну, а, и Dread. Ну, собственно, вся наша команда. И мы, собственно, все как говорим, ну, типа, что делать? Ну, типа, отдашь деньги? Ты не будешь. Жить захочется. Ну, да. Это намного важнее, кажется, чем деньги в данной ситуации. Но Lost совсем не согласился, сказал, что мы все терпилы. Ну, типа, я никогда бы не отдал деньги, потому что так сделал итог терпила. Ну, я как-то пришел к выводу, что лучше быть живым терпилой, чем мертвым. Ага. А Lost хорош, как бы. Я посмотрю, надо как-нибудь ему устроить лайфхарт. Ну, пранк. Проверить? Мы Соболева попросим пранк. Ну, Соболев, выручай нас. Мне кажется, это будет весело. Так, Arus Vplay. Пишет некий Ярослав Кузнецов. Это я, да? Да. У них либо правая рука не знает, что делает левая. В таком случае все эти интервью Олега Крота, где он говорит про то, что сфера в каменном веке очень смешные. Ибо, похоже, у него в компании полный хаос и стоило бы сначала там разобраться. Или у него шизофрения. В ответ пишет тебе Сережа. Возможно, это он. Ну, да. Сережа Тенса или кто-то? А, нет, Сережа Чай. Сережа Чай. Ну, у всех было темное прошлое. Возможно, он и был Чай. А Arus Enesa, он либо действительно верит в то, что люди забыли про обещание гайда на Брю, либо ему так насрать на фэнов. Все эти интервью, Ярослава, где он говорит, что нет нормального гайда и он его сделает. И проект почти готов. Короче, он шизоид. Итак, значит, расскажи про виплей, что там случилось. Ну и про гайд мы уже знаем. Ой, ну слушай, но виплей эти истории темные. Это же просто сообщение было написано в ответ на интервью этого Олега Крата. Я так понимаю, это главный виплей, что ли. Сейчас сказать не особо шарю, но видимо, раз он давал интервью кому-то, он где-то там как минимум. Да. И он там рассказывает, что вот сфера в каменном веке, вот у нас тут освещение, да и вообще киберспорт и все. Вот мы не понимаем там каких-то вещей, как можно что-то договориться джентльменски, что называется, должно быть все закреплено на бумаге. Вот мы вообще не хотим никаких конфликтов ни с кем, мы такие friendly, мирные и все такое. А при этом у них там то в Twitter какие-то подколки, то кто-то из их кастеров там пиратит. Ну то есть они все делают что-то разное и поэтому я и говорю, что ты сначала у себя разберись в своем доме, а потом уже лезь в сферу. Потому что у тебя, кажется, у самого каменный, не каменный век, но какой-то хаос происходит. Это к этому было написано, не всем понятно, потому что нужно было следить за его постами, прочитать его интервью и так далее, и так далее. Это может быть ошибка писать, потому что нужно писать в нем большой пост со всеми объяснениями, чтобы людям было понятнее. Вот, ну а про гайд-набир-то я уже рассказал, это все. Ну, в 2029 год. Не забайтишь, не забайтишь. Все мы знаем, когда выйдет гайд-набир. И Сережа Чай тоже не забайтит. Так ты за пиратство или против? Я строго против. Сергей? Я за. Правильно, мы пираты. Пьем ром, грабим. А, за такое? А мы с тобой другое не рассматриваем. А мы хороши. Вы вот знакомые уже, ну не знаю, лет сколько? Это 15, наверное. Это 2005? 2005 года, 14 лет. Даже раньше, 2004. А играете вместе, 12? У нас такой момент был, мы с Яриком еще не были знакомы, играли в одном компьютерном клубе, на Союз на Ленинском. Ну это уже история, наверное, все знают. Я не знаю. Для кого? Кто не знает? Я не знаю. И мы пришли что-то какой-то на ночь шли играть. И Ярик там где-то то ли рядом учился, то ли что-то там было. Ну недалеко. Прогулировал школу. Школа, институт. Эээ, Коль. Колледж? Не, ПТУ. Короче, одну из первых игр в Dota, которую я сыграл, это была против вообще Ярика. Потому что я пришел где-то на ночь, я перед этим играл в Кайсик. А тот решил с ребятами пойти в Dota поиграть. И первая игра как раз против него была. Диабло и его друга, вот я его ник помню до сих пор. Эль Диабло. Был такой четко? Эль Диабло, да. Эль Диабло. Потом он сменился ник на более классический ник, как мне показалось. Эль? Нет. Эль он убрал почему-то, но зато осталась Диабло, точка, рус, квадратная скобочка, 666, квадратная скобочка. И он считал на полном сервере, что это охрененный ник. Потому что и Диабло, и Рус, и 666. И 666 все вместе, да. Комбо. Комбо. Рамзат, видимо, он позаимствовал оттуда идею у него. Возможно. 666 в нике иметь это того стоит. Ну и вот... Сколько лет назад было, возможно, что это его папа. Сколько Рамзику лет? Батя, а какой у тебя был ник? Ой, помню, Диабло, Рус, 666. Возьму, конечно, 666 оттуда. Это была, это был 2004 год. Ммм, да, 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 2004 год. Ну и дальше. Все время вместе, все время с командой в команду. Потом из доты в аналитику. Потом из аналитики в бар. Из баров... К тебе сюда. И вот вместе. Каково вам вообще? Не доели друг другу? Не доели? Не доели? Пока не доели. Да, слушай, ну нормально, нормально. Мы дифференцируем отношения. Понимаешь? Ты начитался, да, электричество? И вот решил тут рассказать про него. А ты знал, что электрон по-гречески это янтарь? Это вот книга. Это совпадение. Рубрика, да. Информация от НС. Вот. Ну, слушай, не доели еще, но нормально. Но это как-то мужская дружба. В десна целуемся. Ну, частенько оно бывает. Мужские, да. Частенько, но бывает. Понятно. Всю информацию, да? Ну, вот недавно оказалось, Серег, что дружба твоя. Ну да, она не особо крепкая. Одним молодым человеком. Ну что, померились? Что по ММРу? Потому и дружба. Знаешь, это как, не в обиду, как девушка с менее красивой подружкой. Да, да, да. Вот так я и Андрюха тоже по размеру хожу, понтуюсь. Выяснили бы, да? Вообще неплохо смотрится. Ну да. Знаешь, что тебе надо сказать? Вот я уже тут говорил, но я еще расскажу на всякий случай. Там ссылочку внизу. У меня есть канал такой, ну маленький скромный, где я блоги выкладываю. И вот это мы в Римляне. Ты еще и блогер. Ну такой небольшой. Стример, блогер. Да, меценат. Римлян. Римлянин. Ленин. Вот. Это минутка информации. Дело в том, что поехали мы в Рим. В Рим с Андреем, значит, с Олей, это жена моя. С Юлей. Это будущая жена Андрея. Ты знаешь? Что же? Я может сделать это? Жена моя, будущее моя. А ты не знал? Нет. А вот, ребят, мы все его знали. А вот, ну да. Но это уже доступная информация. Кто подписан на Андрюха в инстаграме, я думаю, все об этом не знают. Ну да. Видимо, вот мы и знаем. Что, ребят, видите? Дред сделал предложение своей девушке Юле. Поздравляем. И это значит... Ты что, не поаплодировал? Он просто знает, что такое женитьбык. Андрей, если что, тоже знает. Как бы не первый раз. Были у него уже опыты. Вот. Это мы первый раз поехали с этой Юлей, кстати говоря. Ну, она тоже там была. Они тогда буквально неделю были знакомы или две. И вот, и поехали они в Рим. И там они, значит, ну, как сблизились. Вот. И записывал я там тоже блог. Потом Титаник через Атлантику туда, в Южную Америку. И хотел бы я сказать, что заходите посмотреть, но я случайно удалил все файлы. Так отстойно было, потому что там реально крутой блог был. Но мы этого не посмотрим. Никто никогда не посмотрит это. Удалено все было. Спасибо, Ярик. И за гайд, и за блог, и за все. Ну, что ж. Двигаемся дальше. Итак, с вами детектив Востонбло. Суть такова. У каждого из нас есть две истории. Одна правда, другая фейк. И за минуту два других игрока должны так или иначе вопросами узнать, правда или фейк. Выяснить это все. Начнем мы с Сергея, как с самого красивого из нас. Давай, Сережа, что у тебя там? Вообще, я самый умный, тебе самый красивый. Получается так. Так. Секундочку. Картишки. Так, смотрите, однажды. Однажды. Мне было лет 13-14. С другом пошел гулять в лес. На саночках кататься. Там горы прикольные. Вот. И мы проебались. Вот. И нас искали с МЧС, вертолеты, там истребители, ополченцы были. Какие? Да нет, понятное дело, этого не было. Просто нас очень долго искали. И вот там с ментов в службу спасения вызывали. Вот такая ситуация. Ну, нас их потом нашли. Зима была, темно было. И мы не могли из лес выбраться. Оказывается, мы были в 50 метрах от выхода. Там было темно, и мы тупили. Сколько лет тебе было? 13. Или 14? Ну, 13-14. Он путается. Как звали друга? Гоша. А где потерялись? В лесу, на даче. На твоей? На моей. Соседов моих. И друг. Гоша. Первый раз слышу о таком. А куда шли вообще, зачем выходили? На снегокатах кататься. Ааа. И что, вы на снегокатах потерялись? На них не выбросили? Мы пошли кататься с гор. Ааа. Каких гор? В лесу? Там гор есть. И что? Двоем катались, и с горы куда-то укатились? Мы просто катались, и зима была, и мы проебались. Ну, что-то подозритесь. Подозритесь. Ну, как можно... Как можно потеряться в лесу? Вы там постоянно катались или первый раз пошли? Зимой наступает темно быстро, в 5 часов. Ааа. И темнело, и мы не смогли выходить. С гор потом обратно вернуться к даче. Да просто. Мы не смогли нормально вернуться домой, да. И потерялись. Вы первый раз туда пошли или там уже были до этого? Первый. Пусть будет первый. Понятно. Хорошо. Давай, слушаем вторую историю. Вторая, вторая. Школа. Вот. И была Олимпиада. Всех отправляли, короче, группами на разные дисциплины. Вот. Географии, химии, физики. И меня училка... Мне училка в классной руководительце. Она перепутала. Меня отправила. Я должен был по географии ехать. А поехал куда-то то ли по химии... По химии, по-моему. Я... Чувак поехал, наоборот, по географии. И самое прикольное, что... Я ее сдал. Сдал ее? Ну, ответил там на какие-то вопросы. Толи, а я все прослушаю. Начинаем. Эм, окей. Как такое могло произойти? Как звали учительницу? Тамара Александровна. А друга? Этого не тела, которого... Я же не помню, как его звали. Подожди, это предметы так может вспомнить, к которому ты сдал там по химии. И что там ты сделал? Ты пришел сел и... Ну, олимпиад, задачки обычные, задачки, которые решают, и потом... Там было... Ладно, тамарная масса фтора. Где я уже... Это прям тотальный детектив пошел. Триметилбутан 4 пропал, помню. Ну, ты мне знал, если не знал там химию. Я его плюс-минус как-то знал, но я не надеялся победить там. Но ты до конца досидел или просто... Я решил там типа три задачи из пяти, это нормально сказали. Какой класс это был? Седьмой или восьмой. Седьмой или восьмой. Подожди, химия в восьмом начинается. 13 или 14, вот как раз седьмой или восьмой. Подожди, это тот же самый год, когда они потерялись с другом. Да. 14 лет, седьмой или восьмой. После химии как раз мы пошли и потерялись. Вот. Хорошо, а кто выиграл, ребята? А я откуда знаю. То есть ты просто посидел и ушел? Да. А что сразу не ушел? Зачем я сразу был уходить? Нужно как-то это... Ну, потусить. Окей, нам нужно понять с тобой, какая история настоящая. Обе какие-то им снутри. Слушай, мне почему-то кажется, что вторая фейк. Вот это вот про химию. Я тоже так. Слушай, какая-то она совсем палевная. Хорошо, мы голосуем, что вторая история фейк. Вторая правда. Первая. Ну ты пес. Хорошо, давай, я растоп. Теперь ты. Его мы не раскусили, видишь? Там сложно. Так, значит... Как-то раз... Я... Выпил... Лишнего. Батя! Короче. Это перед тем, как уйти сюда, да? Стесняйся. Там почему-то пусто. Ты выпил лишнего. Нет, короче. Как-то раз выпил лишнего и пошел записываться во флот. Но меня послали нахер. Очень смешная история. Окей. Какой флот? Военно-морской? Ну да. А зачем ты пошел? А зачем ты бухал перед этим? Ну, слушай. Ну, мы выпивали с друзьями. И я такой, типа... Ну, у меня там один друг был во флоте. Я такой, я тоже пойду. Так ты прямо именно поехал куда-то? Ты хотел служить? Да, да. Ну, как я не хотел служить, когда я просто думал, елки-балки. Так, выбери всю ночь пили. Ты наутро поехал или ночью поехал? Ну да, наутро. Наутро поехал? Ну, ты крепкий был, конечно. Что тебе ответили? Ну, просто нахер послали. Ну, меня даже слушать никто не стал. Говорит, что тебе все надо и все. Потому что бухой. Как ты пришел пьяный тут в... Так они должны наоборот забрать тебя. Ну, чувак, как выяснилось, это фейк. Ну, что забирают тебя просто так. Типа, что кто-то. Типа, хотя бы паспорт. Я здоров, война обязанная. Заберите. Иди нахер-то бухой. Хорошо, вывод мы свой сделали. Угу. Что, второй? Второй расскажи. Так, как-то раз гопники... Лост был там или нет? Нет, не было Лост. Как-то раз гопники остановили меня. Ну, хотели поживиться моим добром. Но, как бы, у меня не было денег. Ну, короче, у меня не было денег. И телефон у меня был настолько плохой, что они у меня ничего не взяли. И еще и посмеялись надо мной. Какой телефон был? Не хочу расспрашивать. Что-то мне кажется. Какой телефон был? Это правда. Это было в момент, когда ты шел записываться в морской флот. Ну, можно и так сказать. Какой телефон? Примерно один и те же года. Ну, Nokia. Ну, я честно даже не помню. До 3310 какая-то. Еще хуже. Там даже игры не было никакой. Ну, была Змейка. А когда ты шел? Ночью? Нет. Ну, днем. Ну, ты возвращался из школы. В школу я возвращался. И гопники у нас тут ходят. Мне кажется, он шел к друзьям побухать на флот. Ну, да. Блин, по-моему, очевидно. Первая правда, вторая ложь. Мне кажется, это по-русски. Говори. Мой вариант уберем. Хорошо. Детектив Хвостома думает, что первая история. Блин, обе про него. Скулы болят. Ладно, первая ложь, вторая правда. Технически обе правды, в самом деле. Ну, тут неудивительно, да. Какой человек, такие истории. Но только первое случилось своим отцом. А, ну. А вторая со мной. Но зато жизнь делая. Жизнь делая, действительно. Как я из этого. Флот гордится тобой. Ну, давай. Так. К Хвостомбо. Итак. Значит, когда-то мы пошли ловить крабов с ребятами в Ялте. И одному из них краб перекусил мизинец. Сколько вам было лет? Тринадцать где-то. Двенадцать. Мизинец где на руке, на ноге? На руке. Он ловил на пальце? Ловили из-под камней? Нет. Дебилы? Ну, там специальные. Дебилы это не исключено. А я так делал. Еще как палец? Маленький. Ну, вполне возможно это может быть. Потому что они очень сильно, маленькие даже, очень сильно кусаются. А что, с какой размер был краб? Ну, колешня рабочая вот такая, боевая вот такая. Рабочая колешня. Ну, если чуть-чуть, я нечестно поверю. Потому что я так же вел со стопой. Ну, откусывал. Нет, нет, ловил. Понятно, они цепляются нормально и маленькие уже хватаются. Вот такие вот маленькие, они уже хватаются. Надо послушать вторую, да. Давайте вторую. Как-то раз при перелете на International во время турбулентности Вилата стюардесса не пустила в туалет. И он написал в бутылочку. Ну, во-первых, это в принципе, подожди, это в каком году было? Ну, в пятнадцатом. Слишком, фейк, слишком легко помнит год. Хрен вспомнишь так год? Я-то готовился, когда я историю? Да нифига ты не готовился, ничего. То есть в краба, значит, вы верите. Вообще, вообще, провела поверить-то можно, но что-то сомнительно. Ты даже как-то должна быть турбулентной, чтобы тебя не пустили в туалет. Он просто, ну а как он подписывал бы в бутылочку? Он подписывал бы на себя в турбулентности. Ну да, кстати. Нельзя тебя вообще вставать во время самолета. Да можно вставать, все ходят, нормально все, господи. Вот я сейчас летел, у нас там чай раздавали, все тряслось. И никого ты не слушаешь, просто идешь в туалет и все. Нас людей привязывали к этому самому треслу. Ты что, на аттракционах? Короче, первая правда, вторая пиздеж. Да, да, да. Сраный краб и. И вы правы. Так и есть. Да, хвоздом бы. И Влад не пописал, а присел. Переходим к жаркому блицу. Значит, отвечаем быстро, четко, коротко, уверенно. Собственно, как и в аналитике. Любимая часть твоего тела? Как в аналитике. А ну, слушай, тут нужно... Сука, быстро. Хуй, хуй. Договорились. Собаки или кошки? Кошки. Собаки. В какую знаменитости был влюблен? Сандрин Вали. Голустал. Миша, да. Засчитали. Самая страшная штука, которую ты совершал? Ел пилы. Это страшно, когда он пьет. Что ты любишь из того, что остальные ненавидят? Оливки и сельдерей. Сельдерей тебя, Саша. Хорошо, да. Назови самую недавнюю ложь, которую ты сказал. Что люблю? Оливки. Земля плоская. Правильно. Самый странный способ заработка денег в твоей жизни? Я был лесничем. Киберспорт. Тут, блядь, не поспоришь. Значит, кроме секса и принятия душа, что еще ты делаешь голым? Как? Мы уже видели. Играю. Четкость. Кого ты можешь спародировать? Себя. Его. Сука, юмористы тут собрались. Какой суперспособностью ты бы хотел обладать? Превращать людей в овцу. Рентген. Рентген тех людей, которых он превратил в овцу. Какой фильм лучше всего описывает твою сексуальную жизнь? Хотел сказать, горбатая гора. Пираньи? Челюсти. Челюсти. А где это был сладкий боболех? Сладкий боболех. Зохан. Зохан, вот. Так-то боратый. С кем бы ты хотел застрять в лифте? Ой. С Обамой. Блядь. Серега, уже не переплюнуть. Женщины хотя бы на разок. Все-таки попробовать. На этом все. Спасибо, что смотрели. С вами было Хвостовство. До скорой встречи. А поверьте, она будет вот прям, прям уже здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok